ребята всем привет с вами ted и сегодня у нас трех базовые алыны трех базовые алыны алыны почему именно трех базовый на и я думаю вы уже понимаете что не нужно играть макро это не макро нам нужно алынить нам нужно сократить время игры и при этом научиться всему новому поэтому смотрите внимательно и до конца и вы поймете все что нужно научиться выучить так сказать и какие навыки вы обретете вот собственно стартуем у нас открытие будет как и в прошлой части то есть это будет тот же 111 почему бы нет это действительно очень универсально очень круто подходит ко всем типам именно так сказать раз тебя можно играть и против терна и против зерга и против тасса все круто все очень удобно легко делать и самое главное очень гибко хотя я вас обманул у нас не 111 поэтому напишите обязательно в коммент какой ваш любимый состав армии bio или мех давайте била либо мех это будет круто ну вот что нам нужно отточить главное нам важно точить выход в третью базу здесь я играю в три барака тоже такое интересное открытие давайте по нему тогда на на пробежимся на то есть раз я вас обманул так мы открываемся барак газ цеха все как раньше мы точно также как раньше ставим реактор готовимся делать два марика но до того как построился реактор мы и ставим еще один барак и сразу же бежим ставится плайку чтоб не попасть supply блок то что здесь я пошел стать третий барак и попаду в supply блок это плохо так делать не стоит то что поделать ладно бывает и так вот на вот этих бараках мы делаем тех лабу на первом это нам нужно чтобы делать апгрейды на наших маленьких а на втором бараке мы делаем реактор потому что нам нужно больше мариков делаем steam потом щит можно сделать разведочку к видите я поставил мариков вот так вот патрулировать по карте посмотреть если прокси нексы кинуть прокси старпорты что в принципе у меня опять же даст инфу что да здесь есть что-то в прокси и как бы ну и ладно он играет в дарков как нам защищаться от дарков когда у нас только марики голые все очень просто у терна есть такая классная способность скан просто не жадничайте не накидывайте мулов как говорится в три короба ставьте инженерку в 430 если вы играете вот в этот биостиль инженерка принципе вам не помешает уже можно начинать делать какие-то апгрейды но это не обязательно вот если вы успели подловить все круто если не успели тогда готовьте ваши сканы собственно ними сейчас скоро и понадобятся но логика моя простая мне нужно просто просто делать 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 юнитов с трех бараков и как только у нас 2 цех смог накопиться мы выходим в третью базу в реальности это может сделать немножко быстрее если бы он нас не давилась не заставлял делать вот эти турельки то мы ставим ее немножко раньше и дальше мы будем малынь с трех баз био да то есть ваша задача привыкнуть ставить затем на третью базу уже к там пятой минуте чтоб она начинала готовиться если у нас раньше было свитч био или мех на пятой минуте как вы помните то здесь мы на пятой минуте ставим третью базу и только потом начинаем добавлять бараки вот это отличает именно 2 базовые полы на 3 базу мы сначала базу потом потихоньку подготавливаем продакшн под трех базовую экономику пока она строится мы наполняем ее рабами и как только она построилась смотрите рабами наполняем здесь добавляем пристройки пока они строятся у нас база наполняется 3 базы всеми же 30 наполнены помните да тайминг 733 база готовы и начинайте производить производить активно 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 кучу био юнитов тем временем в принципе минуте к 5 тоже можно поставить уже factory можно и потом на factory мы делаем реактор делаем старпорт пока делается реактор и меняемся да то есть когда вы играете в био вам важно чтобы у вас она была мобильная чтобы вы могли его спасать поэтому мы делаем factory мы делаем старпорт мы делаем реактор свап factory вообще улетает смотреть куда-нибудь она нам не очень обязательно и делаем медиваки 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 3 базы валын ваша задача выйти в районе 9 минуты то есть чуть чуть позже да то есть 8 30 в наш выход раньше был 7 30 с двух баз тут 8 30 если вы вышли все окей вы приходите вас опять же на 9 минуте заметьте хоть нас и давили прессовали у нас уже опять под 200 лимита и эти 200 лимита идут прожимают симпак и делают вот так вот очень жестко крушат просто дпс катастрофически самый жесткий дпс в игре вот такой вот bio а линчик с трех баз обязательно попробуйте вот так вот это все работает это прикольно а мы в тем временем посмотрим меха лин меха лин играем против зерга сейчас разберемся как делать именно переход меха вообще чем делать можно и тут как раз в этой игре очень круто разобрана именно смысл алына что такое трехбазовый алын это когда вы а лините они делаете 4 5 7 базы продолжаете давление открываемся барак реактор этот до реактора фактор к то есть 111 все это мы знаем умеем против зерга здорово удобно здесь собственно тех лаба делаем танка starport сразу же реактор пригодится танк есть и ставим цеху в 430 видите да вот это вот хороший таймер 430 цешка и продолжаем наполнять вторую базу как я говорил мы будем играть сейчас мех мех но мы пока еще не делаем вот этих всех факторок и прочего но чтобы играть смех нам нужно больше газа поэтому я заранее иду занимаю газы вот они почти достроились делаем стеночку перелетаем и вот только в этот момент уже мы начинаем думать о свапе в мех то есть я улетаю бараком начинаю добавлять факторе на все денежки и получается что к седьмой минуте мы приземляемся и у нас принципе полная база все окей тут приземлиться можно было раньше да начали строить 430 я тупанул она у меня сюда полетела потом я ее вернул собственно это не столь важно вот главное в мех когда играем чуть-чуть даем себе возможность отдышаться ставим либераторов танков на защиту ключевых точек и наш состав это будут гелионы с блю флеймом обязательно да то есть у нас должно быть две-три факторе на этих на реакторах это потом чуть позже а так в принципе вы решаете то есть больше гелионов либо больше танков то есть мне нравится больше танков поэтому меня викинги делаются и либераторы из старпорта 3 factory на тех лабах делают танков я делаю инженерка эрмари ну получается инженерка там на 630 ставится эрмари где-то ставится как она готова в на восьмое на готово танки достроились и мы делаем торов то есть то что наш как бы беда замех это естественно когда на смута нападает и нам нужны торы то есть мы делаем 3 тора 1 3 тора 2 замех мы выходим чуть позже то есть забил мы смогли выйти в 830 замех мы выходим чуть позже в 930 но идем вот нас 200 лимита до 10 минуты и все это идет просто в атаку в как я говорил без грейдов ваша задача не грейды делать об строить юнитов строить юнитов лимитов и прочее и прочее зерк достаточно хорошо уже готов в принципе у него есть армия он занимает позицию мы его видим здесь сканами раскладываемся заранее ну и готовимся готовимся принимать бой собственно раскидав здесь либераторов здесь его отвлекаем сейчас вот он собирается нападать с этой стороны и смотрите сейчас начинается битва мы немножко не в позиции бейлинги все равно жесткие часть либераторов здесь была потеряна танки там два короче сломались и что и чем все заканчивается смотрите тем что в принципе зерк от нас отбился да и вроде бы ну как отбился с потерями сейчас дозаказывается все будет окей и вроде бы все закончено но нет важно помнить что мы играем all in да мы продолжаем строиться да вот у нас еще три факторика я говорил на которых будут реакторы с машинками добитыми если ресурсы копятся еще три факторы добавляем и мы продолжаем тратить срез и мы продолжаем тратить срез из 3 вас и давить 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 до конца если видим что атака захлебнулась собирайтесь какой-то точки подкапливайте лимита там 140 150 чтобы было чем походить по карте то есть вот здесь вот у меня все умирает тут я вот один танк оставил два гелика тут оставил подходит еще пара танков потихоньку 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 собирается какая-то уже группировка такая и ну вот эта группировка уже в принципе может потихоньку выезжать и вот мы в принципе чем мы занимаемся потихоньку выезжаем расстреливаемся размениваемся и в этом смысл алына если вы сможете хорошо размениваться вы в принципе задавите в конце концов врага то есть видите враг перестал чуть строить юнитов немножко не успел сделать инъекций. И все, у него лимит уже в два раза меньше, потому что мы продолжили строить. И вот это важно уметь делать. Потому что, когда вы уже играете в макро, это намного тяжелее ставить пятые базы и при этом продолжать вот это же самое производство. Поэтому на этом этапе важно тренировать вот это производство, чтобы давить, 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 давить. Это вот работает именно в таком ключе. Вот, собственно, такие размены. Такие замесы. Мех или био. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия — это часть обучающей программы из 10 шагов. Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Дед.